Витископ Мы знаем, что у Львова, политехники Галичины, очень непростая финансовая ситуация. Так получилось, что на протяжении предыдущих лет команда хотела очень сильно занять высокие места. Они подписывали дорогие контракты со своими игроками. Ну и выходит, что сейчас Львов должен денег всему миру практически. Поэтому в любом случае Львову пришлось бы взять какой-то бюджетный вариант тренера. И варианта два бы, по большому счету. Взять кого-то из тренеров опытных, но тех людей, которые едва-едва имеют мотивацию в украинском баскетболе что-то делать, как-то развиваться. Или взять такого бойца молодого, как Макс Фомичев. Большинство игроков Львовской политехники вообще играли в прошлом году за Луцкий и БК Лучевский. Там еле-еле-еле прошли в плей-офф, в восьмерку высшей лиги. И сегодня попадание во Львов, попадание в суперлигу для каждого из них просто обязано быть шансом. И они не должны перебирать. Кто у нас тренер? Фомичок у нас тренер, 24 ему года или 37 ему лет. Для них это, с точки зрения мотивации, должно быть абсолютно индифферентно. Мне нравится то, что он на пресс-конференции сказал, что это мои ребята, мои ребята. Выглядит это, конечно, может быть немножко диковато, учитывая возраст. Но в любом случае здорово, что такие люди, как Фомичев, который молодой парень, появившийся в баскетболе не как игрок, а как человек, постигавший науку баскетбола. Здорово, что такие люди у нас есть. У нас, по сути дела, Фомичев стал в Украинской суперлиге вторым тренером, который попал в баскетбол, попал на должность главного тренера, а не как игрок. Первый Максим Михельсон в черкасских мавпах.